Относительно дорог хочу сказать, что сейчас тоже проводится большая работа. У меня уже было несколько встреч в областной государственной администрации на уровне первого заместителя обл. администрации Жмака Владимира Николаевича. И есть договоренность о том, что во вторник в 11 часов дня мы собираемся у него с нашими всеми предприятиями города Порт, припортовой администрации Порта, Дельта Вильмарья и Дорсервис наш. Мы едем навстречу обл. администрации и приезжают все предприятия Коминтерновского района во главе с главой администрации Коминтерновского района. Поэтому будем находить решение вопроса. Предварительная договоренность есть. Будем рассматривать вопрос о механизме выделения денег на ремонт таких дорог со стороны бизнеса и со стороны наших, ну скажем, как города и может быть сельских советов. Но, к сожалению, опять-таки мы можем выделить какую-то часть денег на ремонт дороги, но у нас нет законного права на это. Потому что это разные бюджеты. Дорога принадлежит государству, а бюджет это городской. Потому что сейчас для того, чтобы выделить денег, мы должны получить добро на софинансирование. А софинансирование опять должно дать Министерство финансов. Поэтому здесь как бы такой замкнутый круг. Но я думаю, что во вторник мы будем искать возможность, как бы приступить к ремонту данной дороги. И в пятницу, в пятницу уже я со всеми договорился, в пятницу в один час мы будем встречаться в администрации порта у нас, Южный, с руководством наших предприятий, для того, чтобы выработать какую-то, чтобы мы имели свои предложения уже, когда будем встречаться в области. Потому что я думаю, что Коминтернерский район выйдет с своими предложениями, мы выйдем с предложениями, там будем искать какой-то консенсус. Вчера я встречался с главой администрации Коминтернерского района, он тоже собирается со своими предприятиями. И будем уже как бы принимать окончательные решения на уровне первого заместителя Ажмака Владимира Николаевича, первого заместителя губернатора области. То есть эти предприятия, как предполагалось в предыдущем, в прошлом году, должен быть создан все-таки какой-то фонд? Неизвестно. Есть разные варианты, понимаете? Потому что если мы будем давать фонд, если будем скидываться, скажем, фонд деньгами, во-первых, мы опять-таки не имеем права, не позволяет бюджет. Потом эти деньги через фонд, по-любому, это если мы вложим хотя бы одну копейку, это уже будет считаться как государственные деньги. Это нужно проводить тендер, это нужно проводить, кто будет, тендер на проведение ремонт, и это затянется на длительное время. Поэтому там есть разные варианты. Есть варианты о том, что каждому дадут кусок дороги, и мы будем их ремонтировать. Есть варианты о том, по нагрузке в администрации порта, есть расчеты, какая фирма, сколько, скажем, принимает транспорта, которые идут по этим дорогам. Есть варианты, что мы, как вы говорите, скинемся и фонд. Есть варианты, которые это на себя возьмет областная государственная администрация, и мы будем платить. Для нас это было бы самое просто, проще для бюджета, мы бы заплатить нашего бюджета в областной бюджет, а областной бюджет уже принимал бы решение, кому платить. Но, опять-таки, а где гарантия, что мы заплатим деньги, и эти деньги не пойдут на другую трассу Одесской области? Понимаете, поэтому тут есть очень много нюансов. Я думаю, что мы именно во вторник будем принимать решение, чтобы наши деньги пошли на нашу дорогу. Чтобы, не дай бог, куда-то не пошли на другую трассу. 52 миллиона на нашу трассу, но эти деньги, сейчас мы уточнили, эти деньги идут от Реала, супермаркета, Реала, да, до Маяка. Маяка это? Это до Одесского припортового завода. Ага, вот поняла. До этого Маяка. Только вот эта часть? Да, вот эта часть. А от Маяка, от припортового завода до нас, до Якоря, денег не выделялось. Поэтому мы будем искать возможность, чтобы предприятия заплатили, мы с бюджета заплатили, может сельские советы что-то заплатят, но мы в поиске решений.